доброго времени суток продолжаем рост маленького персонажа и сейчас хочу в общих чертах рассказать что уже надо изменять персонажа чтобы усилить его в чем состоит ежедневная работа над ним в игре недостаточно сделать шмот выбрать скиллы и все готово с ростом и каждым днем персонаж становится все более и более индивидуальным не похожий на другого с такой же экипировкой набором скиллов самое первое с чего начинаем это вещи то что надето на персонажа его экипировка зачатки ромянской экипировки выдает с первых уровней по сюжетным квестам нас ведут по локациям открывая портальные точки и постепенно обучаясь синтезу и пробуждению и плавно подводят к ромянской экипировки и многие новички еще на старте начинают считать что ромянская квестовая как бы бесплатная экипировка мусор что надо обязательно делать крафтовую дорогостоящую экипировку или вещи с мировых боссов и тут уже первая ошибка если посмотреть топ персонажа нет не тех кто в первые десятки по экипировкой среди всех серверов а тех что ходит по 18 19 тысяч гс где-то в середине или ближе к концу топ 100 сервера и вы там увидите именно ромянскую экипировку обновленная ромянская экипировка ромянка вполне боевая хорошая альтернатива имеющая хорошие статы и хорошие показатели устойчивости это вещи в которых ты вкладываешься и в дальнейшем продолжаешь развивать появляется новый грейд зарабатываешь свитки и пробуждаешь следующий новый грейд так что недооценивать и тем более пренебрегать ромянкой не надо кроме ромянки есть библо экипировка есть эфенская крафтовая экипировка и вещи с мировых боссов по голде они становятся дороже и дороже не каждый уже обычный игрок не желающий много проводить времени в игре может их получить но если планомерно вкладываться то в итоге и это достижимо у кого нет терпения то тут донат вам в помощь и именно из-за этого сразу начинают кричать про донат и донатную помойку тут ты либо постепенно вкладываешься и достигаешь либо сразу и за рубли правда за рубли купленная экипировка не делает тебя богов если ездить лицом по клавиатуре и не понимать что нажимать из скиллов любой ромянский воин покрошит тебя в винегрет и даже не устанет не забываем про нижнее белье костюм и плащ если в плащах все достаточно ясно то со статами в белье и костюме уже начинается разница одного персонажа от другого кто-то считает что база стоит того чтобы она была кто-то считает ее за мусорный стат кому-то надо непременно поймать устойчивости а кто-то уходит в атакующие параметры жил без страха умер без страха кроме экипировки в персонажи можно менять и перекачивать его природные статы те что отображаются в окне персонажа возле статов есть специальная кнопка которая открывает окно благословения юстины с помощью 10 на перекачиваются статы при создании персонажа у всех одинаковые параметры 150 силы и ловкости выносливости интеллекта и силы духа хилу например совсем не нужна сила и ловкость интеллект скорее нужен как параметр повышающий запас маны главные параметры это выносливость и сила духа если хочешь быть толстеньким перекачиваешь статы выносливость оставляя силу духа и по возможности все-таки сохраняя интеллект если нужно все-таки повыше хилить то перекачиваем статы в силу духа но тут есть один подвох кидать абсолютно все в силу духа везде где только можно не имеет смысла персонаж будет очень хрупким и тоненьким но не имба сильнее хилище чем другой персонаж потому мой личный выбор был таким я перекачиваю статы выносливость но как и успехов так и у статов может быть несколько сохраненных вариантов создаем новую вкладку а потом еще одну и еще тут на выбор мы можем сохранять в одной вкладке выносливость в другой в силу духа а третью создать например подмилика где будет у нас раскачана сила у меня например есть и маговская экипировка тоже в огне персонажа чуть выше экипировки есть кнопка печать эфе и вот тут мы тоже прокачиваем и выбираем параметры персонажа как качать слоты у меня где-то был отдельный гайд прокачиваются они печатями покупаемые за знаки культист знаки культиста получается за еженедельные квесты и ежедневные квесты на битье яиц в эфнире а также события нашествия накшасов которые происходят в понедельник субботу и воскресенье тоже в эфнире там собирается рейд все бегают и закрывают разломы за выполнение квестов выдают сундучки со знаками культиста прокачка слотов дело длительное и я лично до сих пор их не выкачала потому что периодически мне это надоедает и я делаю паузу а еще есть титул и титулы самые разнообразные меняются в зависимости от мне для пвп в море требуется например титул на скорость плавания а на земле титул на статы есть титулы декоративные есть титулы именно полезные несколько титулов можно купить за медные драконы открываете окно инстансы и там есть лавка за медные драконы данные титулы открываются постепенно сперва покупаются заметные драконы титул рядового потом титул капрала далее сержанта и так далее цепочкой до командора лейтенанта командора лейтенант дает шанс крита и устойчивость к критическому урону на 100 единиц экипировка перекачанный статов прокачанные печати эфы параметры в костюме и белье титул выбор скиллов и финрундов скиллов делает вашего персонажа подстроенным под вашу игру и благодаря большому выбору вариантов каждый персонаж в итоге не является полной копией другого и также не достаточно просто прийти и купить готовый шмот вся эта работа над персонажем персональная ваша личная но дающая свой буст у начинающего игрока может сразу возникнуть вопрос как во всем этом разобраться сколько же времени надо на все это игра длительная позволяющая развиваться годами постоянно употребляя ежедневный контент а значит надо в этом поймать свой дзен как жизни ты каждый день работаешь над собой делаешь себя лучше и лучше так и в игре работаешь над собой растешь и становишься сильнее если ничего не делаешь что отстаешь от других и деградируешь большая часть времени будет уходить на заработок голды и синтез экипировки остальное тоже ежедневное но тратящие буквально по паре минут в день слона надо есть ложкой расслабились сперва начали делать экипировку когда поняли какие квесты и что за эссенции где берутся свитки можно переступать к перекачке статов когда освоили и разобрались в этом беремся уже за печати эфы к сожалению одним донатом за день персонажа не сделаешь а порой так хотелось бы развитие персонажа постоянная работа и постоянное потребление контента если вам такое не подходит вызывает ярость и агрессию археич не ваша игра лучше найти что-то такое более интересно именно для вас спасибо за ваше внимание задавайте вопросы и до новых встреч